Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем играть в Total Accurate Battle Simulator и изучать разных секретных юнитов, которых, скорее всего, в игру скоро добавят. Ну а сегодня речь пойдет о таком оружии, как Хвачха. Проведем краткий экскурс в историю. Это оружие, насколько я знаю, корейское, и вообще это первая система залпового огня. Работала она таким образом, что внутрь помещались ракеты, на ракетах были стрелы, и, в общем-то, снаряды летели очень далеко и поражали, охренительно жестко поражали пехоту. Посмотрим, насколько жестко эта Хвачха будет поражать пехоту в Total Accurate. Что ж, ну первых, кого я хочу поставить против Хвачхи, это, наверное, будут Клаберы. Но знаете, Хвачха и Клаберы все-таки жили в разные временные эпохи, поэтому давайте, наверное, поставим Рыцарей, насколько хорошо Хвачха будет биться с Рыцарями. Вообще, как она стреляет, это, конечно, очень эффектно. Но насколько это эффектно в боевом плане, давайте посмотрим. Ну что ж, стреляй! Да, как вы видите, летят ракеты, в конце образуются стрелы, ну и я бы не сказал, что оружие прям супер мощное, потому что... Ну блин, вы же сами видели, почему стрелы летят так плотно, из-за этого большинство пехоты как бы не страдает. Хм, давайте поместим Хвачху, наверное, подальше, потому что в истории она стреляла реально на большое расстояние. Чёрт возьми, там же были ракеты, первые ракеты, ну фейерверки, наверное, которые были просто без фейерверка. Что ж, нет, смотрите-ка, Хвачха, нет-нет-нет, всё-таки немного подальше, и благодаря этому разброс стрел сильно увеличивается. И в отличие от прошлого ТАПСа, здесь Хвачха не одноразовая, оно умеет перезаряжаться, что, в общем-то, вполне логично, потому что если бы это орудие стоило полторы тысячи рублей, и при этом оно было бы одноразовым... Ой, а чё она так долго живёт? Ни хрена себе, Хвачха в этот раз жила долго. Если бы оно было одноразовым, это было бы крайне печально. Что ж, я теперь хочу Хвачху поставить ещё с одной системой залпового огня. Вы знаете, о ком идёт речь. Речь идёт об Артемиде, друзья. Она тоже запускает много стрел, и посмотрим, сможет ли Хвачха поразить Артемиду раньше, чем Артемида подойдёт на расстояние удара. Ну, нет, не сработало. Артемида, кстати, стреляет на такое же расстояние практически, и в неё попала буквально всего лишь одна стрела. Посмотрите, посмотрите, как ей повезло, сколько стрел упало рядом. Здесь ногу не задело, здесь ногу тоже не задело. Эй-яй-яй-яй-яй, ну, стрела, конечно, попала прямо в сердце, но этого недостаточно, хочу ещё раз затестить. Что же будет дальше? Пожалуйста, Хвачха, давай-давай-давай-давай-давай. Ммм, слишком-слишком. Хорошо, мы немного изменим, изменим стратегию. Мы поставим Хвачху в этот раз в упор. Может быть, в упор она сможет убить Артемиду? Как раз, ну, стрелы будут лететь плотно. Правда, нет, не сможет. Артемида стреляет слишком быстро, поэтому я поставлю ещё две Хвачхи. Хотя бы-то... Что с ними произошло? Да, смотрите-ка, если Хвачка умудряется стрелять в Артемиду, это выглядит круто. Вот-вот-вот-вот они, ракеты на стрелах. Всё как положено, всё как по истории. Ну и выглядит классно. Очень красивый огонь вырывается из сопол ракетных. Это выглядит здорово. Это выглядит здорово. Ладно, убираем Артемиду, убираем Хвачхи и ставим... До хера Хвачхах! Хвачек. Вот столько их поставлю. Даже, наверное, в два ряда. Почему так близко не ставятся? Ладно, поставим здесь. Да, близко их ставить не получается. Короче, будет много Хвачх. И, блин, игра подвисает сильно, когда я начинаю их строить. Почему? Потому что, видимо, очень много объектов на экране. То есть, каждая стрела считается за объект, и эту игру подгружает. Ладно. А против Хвачхах будут клаберы. Так, сыгра что-то у меня начинает совсем ужёстко глючить. Но, блин. Надо, наверное, побольше, поменьше их поставить, потому что, ну, будет невозможно сражаться. Лучше поставлю целую кучу клаберов и посмотрим, как это будет работать. Именно толпа на толпу. Ну, погнали. Придётся врубать замедление, но от того зрелищность, я думаю, только возрастёт. Что ж. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да-да-да-да. Это... Это прикольно. Первая половина... Ой, блин, а многие выжили. Как вообще в этом граде можно было выжить? А, образовались маленькие пространства, куда Хвачки не стреляли. Ну что ж, что же будет дальше? Как же будут разворачиваться дальнейшие события? Очень мне интересно, смогут они нанести ещё один залп, произвести точнее или нет. И мне очень нравятся персонажи, которые управляют Хвачхой. Это такие корейцы, видимо, да, раз Хвачха корейское оружие. Ну, в принципе, наверное, в то время азиаты многие были друг на друга похожи. Короче, кто-то поворачивает свои Катюши, кто-то не поворачивает. И, блин, сколько ударов... Ой-ёй-ёй, первая Хвачха сломана. Вторая Хвачха сейчас тоже будет сломана. Но здесь они продолжают сражаться. Вообще, было бы здорово, если бы эти ракеты ещё и взрывались. Потому что бывали случаи в мировой истории, когда... На конце были не только стрелы, но ещё и маленькие бомбочки. Это, мне кажется, было бы охренительно эффективно против живой силы противника. То есть, это было бы здорово. Реально очень здорово. Что тут ещё говорить? То есть, не то есть. Было бы классно. Но нет, 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 нет. Клаберы всё-таки заклабили жёстко. А нет, мы ещё держимся некоторые. Ой, вот это классно выглядит. Как будто бы просто боезапас стоит, да? Короче, все эти лешки со стрелами просто-напросто разломаны. Ну, как знаете, как орудие поддержки, вот как орудие поддержки, это было бы очень эпично, я полагаю. Давайте, давайте так и поступим. Я выставлю здесь тоже ряд своих бойцов, например, щитовиков. Одну хотя бы линию, да? Плотную. И они будут сдерживать клаберов. В то время как хвачки будут жёстко хвачхать. А почему ракеты в конце перестают гореть? Некрасиво, некрасиво. Ой, походу хвачки ещё и своих же воинов поражают. Подождите, подождите. Мне показалось, или они реально ещё и в своих попали? Так, надо это перепроверить в слоумо. Я не обратил внимания на это, надо глянуть. Давай быстрее, ну. Отлично, стартуем. Так, не стреляйте раньше времени, не стреляйте. Вот мои бойцы идут. И что будет происходить, когда стрелы начнут падать? Да, они своих же поражают, друзья. То есть, ну это орудие придётся использовать максимально аккуратно, Аккуратно, иначе всё может закончиться печально. Но всё равно, щитовики смогли всё же немного остановить вторжение синих, и... И результат будет, мне кажется, не лучше. Возможно, даже они синих своими телами прикрыли, и стало ещё хуже. Но зато, глядите, некоторые клаберы отвлеклись на оставшихся щитовиков, давая время охвачахам перезарядиться. Давайте, Катюши. Выходили на берег, всё красиво делали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Снизу всё, всё было уничтожено Но в этот раз, да, получше будет, слушайте, получше Гораздо лучше, и это, возможно, даже победа для этих прекрасных систем Массовые... Это оружие массового уничтожения, причём из своих и чужих Это реально, это надо запретить какой-нибудь женевской конвенции и прочее Потому что почему? Если люди будут массово использовать хвачки, они все друг друга поубивают Никто не останется в живых Это оружие уничтожает и своих, и чужих, как ядерное Как ядерное, чёрт возьми Ладно Массовые испытания мы произвели Далее, далее нужно сравнить её ещё с несколькими бойцами Я, например, хочу использовать хватчиху, например, против ледяного гиганта Или, например, хотя бы... Стоп, 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 стоп Сначала против слона Хватчиха может неслабо так слона остановить Не знаю, одна остановит или нет, но попробовать определённо стоит Слон очень большой, и все стрелы, по идее, да А, вот, глядите, слон стоит дороже, чем хватчиха И она против него эффективна Если грамотно установить, может что-то и получится грамотное Ну, очень нравится мне, как стрелы летят, конечно, охренительно Окей, тут понятно, тут разобрались, тут всё известно Далее, где же наш, где наш, где наш... Бравый боец, и против него хватчиха Шесть тысяч и полторы тысячи Что же он будет делать? Ой-ёй-ёй-ёй, да, 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 залп первый был прекрасен Даже, по-моему, немного передвижение гиганта замедлилось А вот второго залпа сделать хватчиха уже не смогла Придётся разместить её подальше в этот раз И, возможно, два выс... Ой-ёй-ёй, вот тут неудачно было Слишком криво... Ой, ничего это, я не хотел это делать Надо поставить прямо на линии гиганта Вот так, а то она... Да, чуть-чуть даже ниже Слишком криво выстрелила Так, чё-то у меня с глазомером какие-то проблемы Ну, сейчас гораздо больше стрел В общем-то, все практически попали Но сможет ли она второй залп сделать? Давайте проверим Давай-давай, стреляй Отлично! Вот ещё одно применение неплохое Все стрелы вошли в брюхо И это здорово Но Артемиде, конечно, она уступает Хотя и гигант тоже Артемиде проигрывает Даже если их в упор поставить Ну, вот прямо... Вот друг к другу Вот взять гиганта, да? И взять Артемиду Где моя Артемидушка? Взять Артемиду Во! Просто, ну... Понимаете, что сейчас будет? Просто будет смерть Даже можно ещё ближе Вот максимально близко Вот ближе не поставить Посмотрим, что будет происходить Убьёт она его или нет? Вот мне очень интересно Если она его убьёт Это будет просто фиаско Ха, жива! Давай, давай! Артемида! Давай заслужи Звание самого лучшего бойца В этой игре Ты должна Я верю в тебя, Артемида Я тебя люблю! Нет, Артемида! Не выиграла Но даже проведу ещё одну битву Мне кажется Там просто она один раз промахнулась И тут сейчас промахнулась Вот жалко сейчас Два удара подряд получила Но зато у неё теперь есть дистанция для стрельбы Но у неё сломаны руки, друзья У неё были сломаны руки И она просто, короче Печально всё это Печально Такс Чё ещё хочу посмотреть? Чё хочу посмотреть? Хочу взять две хвачки Даже вот так вот И вот так вот Просто как это будет выглядеть Довольно эпично должно быть Но некоторые хвачки почему-то перевернулись И мы выиграли Да, наши стрелы долетели раньше Но да ладно Такс Я, друзья Ещё хочу посмотреть на такого товарища Как ниндзя Да, в игре тоже появился ниндзя Я помню, как он работал в предыдущей версии Потому что в неё я играл буквально пару дней назад И это был такой челик Который просто подбегает к врагу И начинает жёстко закидывать Сюрикенами Поглядим, как это работает здесь И дохренища клаберов Так как они стоят дорого Давайте на 7 тысяч попробуем поставить клаберов Ну, я не знаю Справятся они или нет Может быть ещё будет балансировка Со временем происходить Но пока что-то я думаю Какими-нибудь Ой-ой-ой Охрененно Чего творится? Как они быстро стреляют Эти грёбаные сюрикены Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу Это грёбаные пулемёты В масках и с повязками Нет, это было жёстко Это было горячо Это было красиво Что ж Респект выражен Респект выражен Бойцам У которых нет брони Тяжеловато Тяжеловато приходится против них Так, чё-то я делаю Давайте попробуем взять Несколько Щитоносцев, да Как они будут реагировать На эти Сюрикены Ой, ну тоже как-то Жестковато Ладно, надо поплотнее их поставить Потому что, ну Слишком уж как-то В бочину залетают стрелы Так и стрелы Ой Сюрикены не смогут в бочину лететь И даже с ними, смотрите-ка Они умудряются как-то биться Как-то сражаться Не знаю, сколько у них Мы победили? Не знаю, сколько у них ХП Ну, достойно сражают А что если Зевса Взять Взять Зевса Нажать так И посмотреть, что будет происходить С этим прекрасным мужчинкой С Дедом Морозом Ой-ой-ой Воу-воу-воу Так, с одного вынес Хорошо Но его отбросили Грёбанными сюрикенами Не, ну тут Зевс, конечно, решает Они его отбрасывают, блин Забили Зевса Хе-хе, молодцы Молодцы Ну, их было на 7 тысяч, конечно Тут да Тут да Кто ещё у нас имеется В запасе? У нас есть Каролина Король Король, король Вы поняли Так, как же будет король? Он более устойчивый, по идее Но он, мне кажется, даже не подойдёт Смотрите У него нет возможности подойти Нет, сильно, сильно, сильно А если поставить королей на ту же сумму? На 7 рублей Короли подойдут или нет? Ха-ха, не могут подойти Ха-ха, короли Что с вами? Мы же не короли уже Ха-ха-ха-ха-ха Бедняги Мне их жалко Не, ну жёсткие, жёсткие Слушайте, ниндзя жёсткие Хорошо 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 Хорошо, хорошо А если рыцарей? Рыцари всё-таки со щитами С ними посложнее будет? Да, рыцари просто врываются У них есть дэш Так называемый, наверное Не знаю, как он называется Короче Рывок Ну и благодаря этому рывку Они врываются В ряды противника И делают очень неприятно Даже сюрикены в небо начинают улетать Прикольно Понятно, понятно, понятно Вот что у меня ещё хочу проверить Теперь гигант станет Одним из моих любимых юнитов Потому что на нём Можно многое тестировать Вы же видите Такс, и можно ещё два ниндзя поставить Чтобы было честнее Можно много Ай, что-то Точнее, нет Всё наоборот Всё наоборот Туда оставить не буду Короче, нормально Можно убрать даже двух Вот так Шесть на шесть Короче, это будет моя груша Для битья Друзья Будем тестить на гиганте Урон пацанов моих Ой-ой-ой-ой Не, ну это было жестковато Да Нет, шансов Слишком мало урона у сюрикена То есть Сам по себе сюрикен Походу наносит реально мало дэмэджа Такс Вот возьмём клабера Сколько нужно звёздочек Чтобы убить одного клабера Одной явно будет недостаточно Он и попасть ещё не может Давай бросай Да, одной недостаточно Смотрите А вот двух уже Как бы нормально А если сквайра? Сквайр вроде потолще Чем Раз, два, три, четыре Нет, прикольно Прикольно, прикольно А кто у нас есть ещё за пятёру? Кто у нас есть Точнее за 500 рублей? Чё у нас имеется? Можно попробовать гаплита Но гаплит я не знаю Тоже возможно проиграет А нет, у гаплита щит Ой Вот это был момент Прямо смотрите Он с разворота Охрененный момент Жаль я его не заметил Момент просто потрясающий Друзья Это охренительная сцена Просто великолепная Этот ниндзя Он красавчик Ну-ка хочу ещё раз проверить Только В слоумо в этот раз Давай Надо за ним наблюдать Именно в слоумо Потому что он делает Очень красивые вещи Давай О, в пузо полетело Первая Вторая в пузо Что будет дальше? Ещё одна в пузо Ммм Три выстрела И всё Нет, мощняцки Мощняцки У викингов Есть браулер Берсерка Можно взять Можно попробовать Ярла Как он будет С Ярлом Справляться Неплохо Он будет С Ярлом Справляться Нет Прямо реально Неплохо Сильно Сильно Друзья Сильно Достойно Достойно Конечно Он долго живёт Сколько у него там уже Звёздочек в жопе Ой, в жопе В пузе Потому что он в жопе Поэтому, наверное Мне это слово И пришло в голову Он в жопе Окей И теперь Последний Последний тест Именно с Этими ребятами Где они? Я хочу поставить их Много 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 Это значит много И против одного Всё-таки гиганта Мне интересно Как они будут Закидывать его Очень прикольно Да? Много летит Звёздочек Его относят Его относило Нет Бойцы Сильные Сильные бойцы Классно Его относило Окей Ну и последнее Последнее Самое последнее Вы мне говорили Что Валькирия Может победить Гиганта Ледяного Потому что Она летает Наверное И он как бы Не сможет Её ударить Что ж Посмотрим Он будет бить Просто сам себя А да Смотрите Она его рубит Безнаказанно Она просто Вцепилась И наносит удар И она Запуталась В меху Его Да реально Ничего не может Сделать А вот Персонаж Самый дешёвый И самый эффективный Против гиганта Гигант просто В шоке Я знаю Кого я буду использовать Если вдруг гиганты Будут моими врагами Когда-то Да не поворачивайся ты Я ж ничего не вижу Он просто бьёт себя в грудь Бьёт себя в пузо А попасть не может Но если один раз попадёт Я думаю Валькирия сразу отправится Отправится в Вальгалу Обратно Или где она там живёт Да куда ты поворачиваешься Вечно Она его ещё и опрокинула Ха-ха Она просто издевается Над ним Как приставучая муха Гигант давай Ну ты ж гигант Хе-хе-хе Самое интересное Валькирия не пытается Взлететь И обратно упасть Да Таким бреющим ударом Потому что Знает что ничего и не будет Обычно Валькирия Ударяет Отлетает И снова ударяет То есть как орёл Наносит своим жертвам Критический удар Своим клювом Вот конечно Долго это может Продлиться Я не знаю Дэмэджа у неё Явно очень мало Для него Но Победить Победить Сможет ли Он опять А-а-а Он придавил её А-а-а Вот она могла сейчас проиграть Хотя дэмэджа Видимо от того Что он её придавил Она и не получила Крутись Вертись Он как будто Специально от меня Отворачивается Вы посмотрите Я думал я буду О нет Повернулся назад Я думал буду держать камеру И он типа Забило его Забило Забило Жёстко забило Вот друзья Такая получилась серия Если вы хотите Видеть больше роликов По секретным бойцам И ещё У меня для вас Кое-что припасено Можете поставить лайк Подписаться Буду вам очень благодарен Ну а с вами был Перпетум и Лежи Александр До новых встреч Всем удачи Всем пока Будьте счастливы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok